Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас в студии снова Виктор Петрович Фальченко, пенсионер, радиолюбитель, натура, увлеченная своим делом. Я знаю, что вы недавно вернулись из экспедиции. Скажите, пожалуйста, что вас туда сподвигло пойти, вообще цель какая была? И расскажите немного об этой экспедиции. В предыдущем своем выступлении на телевидении я рассказывал про одну из экспедиций в горные районы, в районы Адыгеи. Цель экспедиции я тогда называл, могу повториться, это первая популяризация радиоспорта, привлечение молодежи к радиотехническим видам спорта. В данный момент в этой экспедиции была еще популяризация альпинистских лагерей в районе Центрального Кавказа, это Кабардино-Балкарский заповедник и Национальный парк Плербрусе. Это одна из целей. Вторая цель, ну это привлечение, будем так говорить, администрации города Новошахтинска для оказания помощи, для создания коллективной радиостанции в нашем городе Новошахтинске. Вот это те основные цели, которые преследовались этими двумя экспедициями. Ну хочу сразу забежать немножечко вперед, в планах еще у нас посещение, значит, заповедника Ростовского, это район, Орловский район, туда ближе к Калмыкии. И возможно еще посещение заповедника, значит, Кумоманочской впадине, значит, озеро Маноч Гудила. В принципе, это один и тот же заповедник, только разной республики, Ростовская область и Калмыкия, хотя все по-разному там. Вот это в ближайших планах. Ну и, естественно, в ближайших планах встреча с администрацией, где можно будет обсудить вопросы, которые касаются создания непосредственного же создания коллективной радиостанции в Новошахтинске. Это вот основные задачи. Как вышел я на вот эту экспедицию, довольно серьезную, которая продолжалась в 22 дня, ну, естественно, по эфиру, по радиоэфиру услышал, работает интересная радиостанция, позывной ее радиоатомара 9 киловатт, дробь 6. То есть это радиостанция из 9 района, это районы крайне, ну, северные районы наши, и здесь в поселке Псебай Краснодарского края находится их не филиал. Ну и, соответственно, Сергей, руководитель экспедиции, руководитель коллективной радиостанции, вот радиоатомара 9 киловатт, заинтересовался моим отчетом, который был выложен по итогам первой экспедиции, и пригласил меня поучаствовать в этой экспедиции. Ну, опять-таки, сразу возникали ряд вопросов, в частности, это финансирование, хотя условия были очень приемлемы, просто приезжайте, просто за бензин, вы приезжаете, остальное все наше. В принципе, так оно и получилось, но немножечко я не подрасчитал в маршруте, маршрут оказался протяженностью не 2000 километров, как я говорил в прошлый раз, а порядка 3000, ну, естественно, немножечко затраты были немножечко побольше. Ну, тем не менее, все состоялось. Значит, к этим комментариям, которые вот сейчас я привожу, будет, значит, сделан фильм. Первое, что будет, я думаю, будет вступление там, где будет рассказано вот экспедиционной горной радиостанции, о которой я упоминал, там все ясно, понятно и четко. Все данные, все, значит, тоже их цели и задачи. Непосредственно по экспедиции, конечно, да, это очень интересная тема, очень обширная тема, ну, вкратце, если рассказать, значит, общие итоги этой экспедиции, значит, было пройдено, маршрутной группой было пройдено 120 километров по горам Центрального Кавказа, преодолено, значит, пять перевалов, высота больше 3000 метров каждая. В маршрутной группе участвовали четыре человека, значит, двое из них перворазрядники по альпинизму, один из них Сергей Смоленцев, еще и спасатель МЧС, и два человека, Игорь из Краснодара, третий разряд у него, и Зарина из Нальчика, у него тоже третий разряд. Вот, по итогам, по итогам классификации этого маршрута, третий разрядники получили второй разряд, ну, а перворазрядники, скорее всего, наверное, кандидата мастера спорта, но это будет по осени. В общем, это что касается спортивного выхода в горы. Что касается радиотехнической экспедиции в составе этой же программы, значит, было разбито два альпинистских лагеря, вернее, два базовых лагеря. Первый лагерь был разбит, значит, в ущелье реки Безинги, значит, на высоте 2400 метров альпинистский лагерь Безинги. К сожалению, к сожалению, большому сожалению, не смогли мы доехать конкретно до этой цели, потому что сплошное бездорожье, машины перегружены, не смогли, пришлось остановиться на кордоне у егерей, которые нас встретили, балкарцы, очень приветливые люди, очень такие любознательные, просто душевные люди, будем так говорить. Угощали нас там айраном, угощали нас, ели, кстати, мясо яка, мы там прожили неделю, значит, будем так говорить, с альплагеря Безинги открывался уникальный, просто уникальный вид на Безингийскую стену знаменитую, высота 5200 метров. Ну и стояли в ущелье, значит, расстояние между склонами порядка километров, на 2300 высота стояли, над нами возвышались еще отвесные, будем так говорить, почти отвесные скалы высотой по 500 метров. В общем, ну, наверху больше трех, везде больше трех. Значит, по состоянию здоровья, ну, в принципе, все перенесли нормально, однако же, период адаптации вместо там одного дня, как раньше, ну, занял где-то дня два с половиной, немножечко штормило, немножечко качало, но тем не менее, перенесли. Из этого лагеря где-то было проведено порядка, значит, 700 связей с корреспондентами различных регионов, в том числе и девятого региона, нулевого региона. По-моему, была связь, по-моему, с Японией и одна связь с Америкой в режиме СВ, то есть это телеграф, телефоном посложнее. Значит, с маршрутной группой было проведено три связи, потому что условия, условия очень тяжелые, высокогорье, разбить антенны практически, нормально антенны разбить и настроить их не представляется возможность, но тем не менее, как смогли, так сработали, это уже достижение. Вот теперь стоит еще одна задача, это, будем так говорить, научная задача по обеспечению радиосвязи в горах, начал тоже работать, в общем, много материала надо перекопать и найти какие-то оптимальные варианты. Вот, маршрутная группа пробыла у нас в этом лагере всего один день, затем они вышли на маршрут и больше мы их не видели полных 10 дней. 10 дней они шли по этим перевалам. Отработав неделю, базовый лагерь, значит, собирается в Безинги и переезжает в национальный парк Прирбрусья, альпинистский лагерь Шхельда на высоте 2000 метров, немножко пониже, но условия еще хуже, потому что кроме гор добавляется еще лесная зона, в которой еще тяжелее работать. Ну, тем не менее, три человека, которые были в базовом лагере, это я, Виктор Губин из Ясентукова и Петр из Пятигорска, я думаю, что с этой задачей справились. За экспедицией было проведено около 3000 связей со всем, ну, будем так говорить, со всем земным шаром. Кроме всего прочего, в альплагере Шхельда, значит, услышав, что работает там радиостанция экспедиционная, местные радиолюбители, это из поселка Терскол, из поселка Эльбрус, из поселка Нитрино, собрались и приехали к нам в гости. То же самое есть фотографии, все это будет, вы увидите воочию. Интересные встречи, интересный обмен знаниями, обмен КЮСЛ-карточками, телефонами, в общем, ну, стали, будем так говорить, родными. Тем не менее, вот из Нитрино Владимир приглашал к себе в гости, интересный человек, был много в других регионах, в горах, сидел на радиолюбинных станциях. В общем, интересно, интересно. Вот, экспедиция, маршрутная группа нашей экспедиции, будем так говорить, успешно преодолев все перевалы и немножечко из-за погоды опоздала на два дня. А когда шли, рассчитывали продукты, ну, вот-вот-вот, потому что нести радиостанцию, нести продукты, палатку, снаряжение, это очень тяжело на такой маршрут. На два дня, и когда вышли они уже на связь с нами в Шхельде, правда, по телефону, по телефону, потому что радиостанция испортилась, по телефону вышли в Шхельде, значит, ну, пришлось возвращаться в наш самый высокогорный город России, это Тернаус, 1700 метров над уровнем моря расположен, там их встречать. Когда встретил, спросил первого, вы чего там ели последние два дня? Говорят, вчера доели последние мюсли. Так что вот, условия можете сами предположить, какие были. Значит, по итогам этой экспедиции было проведено собрание небольшое у нас, там прямо в горах, подвели итоги, значит, и было принято решение руководством с 9-го района, то есть центральная радиостанция, связь была у нас с ними, значит, вручить сертификат городу Новошахтинску о членстве вот в этой высокогорной экспедиционной команде. То есть мы теперь еще являемся и там. Кроме всего прочего, ну, это как достижение, я считаю, я как радиолюбитель Новошахтинска, ну, там фигурировал мой позывной, были включены, значит, в единую радиолюбительскую аварийную службу России. То есть каждый день в 10 часов утра на 20-метровом диапазоне проводится трафик, в котором сообщается о всех, значит, чрезвычайных ситуациях, мероприятиях, которые проводятся, вот, по всей России. Так что вот теперь еще одна такая обязанность появилась. Ну вот, в принципе, как бы и все, значит, выдвинулись мы из Шхельды, приехал, сразу начал делать вот этот материал, вот. И, в общем, вот такая предыстория, такая история, которая у нас состоялась буквально начиная с 4-го числа, и домой я приехал 23-го числа, да, 23-го. Да, еще по пути туда, в экспедицию, значит, принял участие в работе с лета радиолюбителей Юга России в Майкопе, ну, буквально недолго, я вечером приехал, утром выступил на открытии именно по этой экспедиции Весь материал выложен на нашем радиолюбительском сайте, в интернете, на Кюрзет.ру Дальнейшие планы, ну, посмотрим, как будет. В сентябре месяце мы официально радиолюбители Новошахтинска приглашены на фестиваль в поселок Всебае, это же коллективная радиостанция. Фестиваль радиолюбителей будет проходить, значит, по выполнению ряда радиолюбительских дипломов. Да, по радиолюбительским дипломам, значит, работали мы на пять дипломов, это Юлия Веческая гора, русский альпинизм, голос в эфире, это посвящено Висбору, 50 лет выхода в свет фильма «Вертикаль», как раз вот Альпрагерш Хельда, это те места, где он снимался. Вот, и еще один радиолюбительский диплом, но он долгоиграющий, по-моему, «Горное небо Псибае» называется, сейчас точно не могу вспомнить. Значит, по погоде, ну, погода для гор, конечно, это понятие растяжимое, погода меняется на протяжении, там, может, получаса, несколько раз измениться, но, тем не менее, средняя температура в ночное время составляла 7 градусов тепла, в дневное, ну, порядка где-то 15-18 градусов. Каждый день после обеда обязательно шел дождь, небольшой, но шел дождь. Ну, хорошо подготовились, не вымокли, как первый раз, поэтому было не страшно. Погода мешала как-то связываться? Нет, погода абсолютно не мешала, за исключением грозовых разрядов. Грозовые разряды все выключали, отключали, потому что очень сильные статические явления в горах, можно попортить аппаратуру. А так, в принципе, все ничего не мешало. Были маленькие поломки незначительные, которые устранялись в аппаратуре сразу же на месте. Хотелось бы, конечно, к таким мероприятиям привлекать молодежь, но это вопрос очень серьезный и очень сложный, потому что условия пребывания там, они сами по себе уже опасны, из-за горных, как бы, условий. Большая ответственность, большой риск, поэтому нужны люди, молодежь, с которой пообщался не один, не два дня, а хотя бы, ну, хотя бы с полгодика. Для того, чтобы это было, нужно организовать коллективную радиостанцию, научить людей работать в эфире, хотя бы АЗАМ, хотя там много всяких разных радиолюбительских кодов, которые нужно знать наизусть, и надо знать хотя бы минимум английский язык, хотя бы в пределах общения, вот радиолюбительского общения. Над этим надо работать, и работать серьезно. А вообще все это, все эти мероприятия, я считаю, что это намного лучше, намного лучше, нежели чем просто бесцельно слоняться по городу, где-то пить пиво в остановках, сидеть за компьютером, играть. Скажите, а сколько в Новошахтинске радиолюбителей? Значит, численный состав радиолюбителей по состоянию на сентябрь месяц 33 человека. Ну, из этих 33 человек активных, ну, если есть 10 человек, это хорошо. Это вот ОА6 ЛЖК Валерий Петрович Березовский, радио ЖУК-6 Мария Щука Константин, ну, вот я радиознак 7 Леонид, значит, потом радио 6 Люба Елена Зинаида Саша со Старой Соколовки. Ну, это те, которые действительно активны. Саша, Саша однажды у нас участвовал в соревнованиях науковой диапазоне буквально по весне. Значит, кстати, из гор я тоже пытался участвовать в соревнованиях РДА. Контест был на коротких волнах, ну, невозможно, потому что условия приема очень плохие. Меня слышат, я принять не могу, там надо передавать контрольные номера, надо передавать, значит, местоположение по программе РДА. В общем, сложно, вряд ли, результатов не будет, хотя отчет отправил, но что там будет, не знаю. Скажите, ну, вот вы достигаете определенных результатов, развиваетесь в этом направлении, что вам это дает? Да, это моя жизнь, я этим живу. Собрал наших радиолюбителей, кого смог, и решили мы, не откладывая в долгий ящик, все-таки выехать в поле и сделать пробное открытие нашей коллективной радиостанции. Работали в районе 6-го совхоза возле прудка, там маленький прудик такой посадочки, чтобы не жарко было. Работали коллективным позывным, радио 6, Люба, Федор, Зоя. Где-то проведено порядка около 300 связей, то есть о нас уже как бы знают корреспонденты, будем говорить, по России. По России, по-моему, Германия и Испания еще были корреспонденты. Первым 10 корреспондентам, которые связались с нами, будут отправлены памятные QSL-карточки, как первые корреспонденты нашей экспедиции. Ваша супруга вас поддерживает? Поддерживает, после того, как скажу, что огурцы у нас хорошие выросли, потому что вот антенны стоят, облучаются. Так поддерживает. Вы еще говорили, что на базе 40-й школы вы хотите организовать небольшой, как кружок радиолюбителей? Нет, это не кружок радиолюбителей. Кружок радиолюбителей совсем другое. Кружок радиолюбителей – это там, где начинается СОЗОВ. То есть детекторный приемник, работа полупроводников, работа конденсаторов, ламп и так далее. Нет, это будет коллективная радиостанция. То есть упор будет сделан на подготовку операторов связи на коротких волнах. Конечно, азы будут серьезные, которые... Человек должен знать, стоит перед ним коробок, чего в нем и как оно куда. Это будет, конечно, обучение это будет. А так в основном работа в эфире. Работа в эфире. Но есть люди, желающие уже. А как можно сказать, есть ли желающие люди, если нет, куда желать? Базы. Базы, нет. Надо организовать все это. Все это организовать. Надо все это оснастить аппаратурой, каким-то наглядными материалами учебными. Ну, по-первых, да, там чего-то с дома принесем. Все вот ребята, с которыми радиолюбительные, да ради бога, говорит, давайте там дома что есть принесем, поставим. Ну, это же не выход, это чье-то должно быть, это городское. То есть это будет и плюс администрации, я считаю, что и будет большой плюс, если мы будем какие-то места занимать. Почему, допустим, в футболе люди заинтересованы в каких-то местах, в тяжелой атлетике заинтересованы, в борьбе, в теннисе, в шахматах. Ну, почему не заинтересоваться радиоспортом? Ведь это интересно, это действительно интересно. Это общение, прежде всего. Не с одним человеком, а общение со всем миром. У вас есть единомышленники, которые готовы были помочь вам? Конечно, конечно. Конечно, есть. Ну, вот и Валерий Петрович в первую очередь, он такой, как бы, Валерий Петрович. Поехали, поехали. Забрались и уехали. Значит, у нас есть старейший радиолюбитель Константинович, он живет на Кошкино, я с ним встречался, он телеграфист. У него, значит, если мне не изменяет память, когда беседовал, у него собрано радиосвязи 369 стран. То есть, мы даже не представляем, что такие страны есть, они однако есть, оттуда работают люди. Вот, он, говорю, если вот такая возможность появится у нас, как бы, обучать телеграфу молодежи, да, говорит, не проблема, будем обучать. Вот, пока я ушел с работы, вот, вся моя деятельность в течение трех лет направлена на вот, на создание коллективной радиостанции. И для того, чтобы как-то обратили внимание, соответственно, все вот эти действия. Ну, дай Бог, чтобы у вас получилось. Виктор Петрович, спасибо вам большое за интересную и содержательную беседу. Вот такие в Новошахтинске у нас живут интересные, интересующиеся люди, которые готовы развивать радиоспорт. Спасибо вам большое.